И, вероятно, выключу камеру для того, чтобы у вас потом она не загораживала вам обзор. Итак, сегодня у нас с вами мастер-класс, который называется «Как сделать обратную связь эффективным инструментом руководителя». По этому поводу у меня, конечно, к вам ко всем вопрос. Мне хочется узнать, что привело вас сегодня на нашу встречу, кто из вас уже является руководителями, а может быть, кто-то еще и не является. И вообще, почему эта тема вам интересна? В чем ваша цель на сегодня, на нашу короткую, 45-минутную буквально встречу? Поделитесь, пожалуйста. Пока вы пишете в чат, я представлюсь. Зовут меня Костюк Ирина Валерьевна. Я являюсь преподавателем специалист.ру, а также я являюсь консультантом и ментором руководителя и владельцем бизнеса. Я член Совета директоров Национальной Федерации профессиональных менторов и коучей, и это все не просто так, потому что у меня за спиной очень хороший управленческий бэкграунд. С 96-го года я работала в Центральном аппарате Федеральной таможенной службы России, с 2002-го года я в бизнесе и сделала карьеру на опыт управления топ-уровня. С 2008-го года я была генеральным директором компании импортера в составе крупного холдинга, наверное, крупнейшего мебельного холдинга в России и была директором по управлению ассортиментом, управлению запасами, закупками и в этом холдинге. География сотрудничества, соответственно, у меня Европа, Китай, Турция, ну, в общем, много-много стран, и когда мне предложили поделиться своими знаниями, я с удовольствием согласилась, потому что я испытываю эту потребность, потому что мне нравится это делать, мне нравится та реакция, которую я получаю от вас, мне очень нравится то, что я делаю и что это приносит пользу людям, ну, и сфера моих интересов в области преподавания, в области консалтинга и менторинга – это лидерство и управление командой, менеджмент, управление сотрудником, управление результатом, управление компанией, стратегией, переговоры, включая международные. Вы на слайде сейчас с левой стороны видите мои контакты, всегда можете мне писать, да, это адрес электронной почты айкостюк собакоспециалист.ру, моя страничка, потому что у всех преподавателей в специалисте обязательно есть своя страничка, где вы можете почитать о эксперте, посмотреть, какой опыт, какие отзывы обязательно посмотреть, да, соответственно, можете тоже это сделать с главной страницы специалиста, заходим на вкладку «О центре» и на подвкладку «Преподаватели». Ну и также вот здесь на экране, если хочется дружить, то, пожалуйста, welcome, моя страничка на Фейсбуке и моя страничка на Инстаграме. Я вижу сейчас ваши замечательные комментарии, готовлюсь как резервный руководитель, руководитель отдела закупок, недавно повысили, прекрасно, поздравляю вас. Да, набираетесь знаний по эффективному управлению, ага, руководитель совершенствуется, нужны инструменты, руководитель команды более 150 человек, круто, регулярно даю обратную связь, надеюсь, услышать что-то новое, полезное, отлично, нужна информация по взаимодействию с людьми, с командой, интересна тема. Замечательно, но смотрите, да, курсы, о которых, естественно, сейчас я буду говорить немножечко, да, промо о поддержке тех курсов, ради которых вот такой мастер-класс проводится, в частности, это курс руководитель структурного подразделения, где как раз мы получаем полный инструментарий по управлению сотрудниками. И ближайшая группа с 12 сентября будет проходить по воскресеньям, поэтому если вам нужен системный и полный инструментарий, то, пожалуйста, я вас приглашаю, я думаю, что это будет интересно и полезно точно. Ну и также я веду в компании специалист.ру курс собственного авторства, называется эффективное лидерство, а также курс руководитель среднего и высшего звена и курс эффективные переговоры. Я сейчас скажу, конечно, пару слов о компании специалист, и о ней стоит сказать, потому что это 30 лет практики, это очень известный бренд, может быть, многие из вас знают об этом, а кто-то, может быть, и нет, поэтому я упомяну. И более миллиона 300 тысяч выпускников уже получили знания, уже получили развитие своей карьеры благодаря коммуникации, благодаря тому, что получились в компании специалист, более 35 тысяч корпоративных клиентов у специалиста за это время было, да, и есть, ну и так далее. Более 250 преподавателей-экспертов, представляете, это люди практики, то есть это не те люди, которые просто прочитали книжки и пришли вам об этом рассказать, а это те люди, которые в практике свои знания опробовали, так же, как и я, и это те люди, которые могут рассказать вам не только о том, как хорошо и правильно, но и также о том, каких, может быть, возможных ошибок можно и нужно избежать, да. Все это основано на опыте. В компании специалист более тысячи курсов, ну, то есть, вот, да, все очень-очень фундаментально. Гарантии, которые предоставляет компания специалист, это гарантия качества, стопроцентное качество образования обеспечивает сочетание знаменитой, да, бауманской методики преподавания, современных технологий проведения занятий, гарантии результата, гарантии сохранения средств организации, даже в случае, если, если вы сейчас, например, слушаете от лица организации меня, то даже если сотрудник уволился или уехал, то мы бесплатно обучаем другого специалиста взамен. Гарантированное расписание занятий, потому что на год вперед, вот у меня уже есть даже мое расписание, там, на 2022 год, гарантии безопасности, поскольку это комфортные классы в бизнес-центрах категории А и Б. И давайте уже не будем затягивать, а приступим, собственно, к нашей теме, тема мастер-класса, как сделать обратную связь эффективным инструментом руководителя. И я хочу здесь сказать, что обратная связь вообще это важнейший инструмент управленческой коммуникации. И согласно исследованиям, если она существует, обратная связь, раз, если она своевременно и корректна, то это повышает производительность сотрудников и команд на 10-20%. То есть для этого нужно уметь корректно использовать этот инструмент. Это официальное, ну, то есть это исследование, то есть это не просто гипотетическое предположение, а это исследования, которые были проведены в мире. А другими словами, если вы не очень хорошо умеете предоставлять обратную связь или вы ее не предоставляете, то это ваши потери. Именно поэтому так важно сделать обратную связь вот своим помощникам управления. О чем сегодня будем говорить? Поговорим о том, зачем нужна обратная связь и какая она бывает. Как предоставлять обратную связь так, чтобы она была действительно эффективной и работала на развитии сотрудников. Как принимать обратную связь в свой адрес, если бы вам ее решили предоставить. Запись нашего вебинара будет размещена на канале Специалист ТВ на YouTube, поэтому вы сможете ее всегда пересмотреть. И также на моей странице преподавателя она тоже будет. После нашего занятия я в ваш личный кабинет, где вы регистрировались, выложу также чек-лист для самопроверки о том, насколько корректно вы предоставляете обратную связь. Это очень удобно, да, можно просто проставить себе галочки и каждый раз после предоставления обратной связи убедиться в том, что вы были правы, ну или, возможно, взять что-то себе на заметку. Итак, давайте начнем прямо с практической ситуации, потому что у нас с вами не просто лекционный материал, да, а все-таки заявлен мастер-класс. Поэтому ситуация номер один выглядит вот таким вот образом. Ваш сотрудник, назовем его Максим, регулярно опаздывает на освещание. Опоздания, как правило, небольшие, всего лишь несколько минут, но они часто повторяются, и вы видите, что напряжение в отношениях Максима с командой накапливается, потому что никому не нравится ждать его или повторять там уже сказанное до его прихода. Ваше напряжение тоже копится, потому что вы понимаете прекрасно, что освещание – это инструмент дорогостоящий для руководителя, и, конечно, вам не нравится, что вы вынуждены терять время, а значит, вы теряете деньги. Нужна ли в этой ситуации обратная связь? Скажите, пожалуйста. Угу. Нужна, нужна, вижу, да, вижу ваши ответы. Спасибо. Как вы считаете, а какая она должна быть? Что это будет за обратная связь такая? Угу. Разговор в мягкой форме. Так, интересно. Ага. Первое предупреждение. Отлично. Тет-а-тет – общение с сотрудником. В первый раз в шутливой форме. Поговорить, потом написать. Личный разговор с Максимом. Круто. Отлично. Скажите, пожалуйста, а по характеру, по характеру обратной связи, какова ее цель? Какова цель такой обратной связи? То есть, что она преследует собой? Для чего мы предоставляем эту обратную связь? Для чего мы беседуем? Вы, кстати, очень здорово пишете, что в первый раз это может быть спокойная беседа, выяснение ситуации, да? Ага. Узнать причину, исправить ситуацию, прекращение опозданий. Вот цель. Прекрасно. Дать Максиму понять, что он подводит. Личные беседы, цель, чтобы не было опозданий. Прекрасно. Да, совершенно верно. То есть, мы хотим что сделать? Мы хотим скорректировать его поведение, да? Потому что наша обратная связь, она всегда направлена на то, чтобы мы понаблюдали, как ведет себя сотрудник, описали это поведение и либо его закрепили, да, ну, если оно хорошее, либо вот скорректировали, если нас что-то не устраивает. Да. Предупредить Максима о его негативном влиянии на работу группы. Угу. Окей. Спасибо. Так, вторая ситуация. Давайте здесь посмотрим. Ваш сотрудник Иван в рамках своих должностных обязанностей, которые он регулярно выполняет, подготовил для вас важную аналитику. И это вам позволило хорошо выступить на совещании у генерального директора и получить поддержку вашей идеи. Нужна ли здесь обратная связь? Так. Нужна, конечно. Обязательно. Обязательно. Исключительно нужна. Супер. Обязательно, потому что это не материальная мотивация сотрудника, причем можно при всех похвалить. Круто. Так. Ну что ж, мне не удалось ввести вас в заблуждение, да? Часто слышу... Так, это поможет сотрудник развиваться. Отлично. Часто слышу о том, что... А зачем ему обратная связь, если он выполнял эту задачу в рамках своих служебных обязанностей? Я очень рада, что среди моих слушателей сегодня, да, вот мнение полностью единодушно, что обратная связь в этом случае нужна. Конечно, нужна. Ведь это, во-первых, с одной стороны, способ закрепить правильное поведение, с другой стороны, это действительно не материальная мотивация сотрудника, да, поэтому сотрудник будет испытывать удовлетворение от того, что ему предоставлена обратная связь, а значит, его усилия не прошли даром, не остались незамеченными, а вот вызвали, да, такую реакцию со стороны руководителя. Конечно, здесь тоже нужна обратная связь. Таким образом, какая будет эта обратная связь у нас? По характеру предоставления, какая она будет, какова ее цель? Стимулирование, подбодрить работа, круто. Да, я не предупредила, прошу не включать микрофон, чтобы не было помех в записи, сейчас я выключила все микрофоны. Вдохновить, моральное удовлетворение от хорошо выполненной работы, замечательно, супер, я прям вас благодарю. Таким образом, воодушевить на дальнейшие подвиги, да, если при всех, то пример для всех показать, супер. Таким образом, мы имеем с вами, да, два вида обратной связи. Два вида обратной связи. Что такое обратная связь? Обратная связь – это информация о действиях другого человека, которую вы ему сообщаете для того, чтобы повлиять на эти действия, повлиять на его поведение, скорректировать или, наоборот, закрепить для достижения лучшего результата. И мы с вами получаем два вида обратной связи. Это обратная связь позитивная, поддерживающая. И обратная связь – корректирующая. Еще ее называют развивающей, критической, но на самом деле развивающая и та, и другая. В чем смысл поддерживающей обратной связи? Смотрите, у них у корректирующей обратной связи, у поддерживающей обратной связи разные цели и задачи. Дело в том, что поддерживающая обратная связь, она фокусирует внимание сотрудника на том, что он сделал хорошо, правильно, какие действия, какое поведение явилось для него корректным, успешным, одобряемо это поведение, и значит, он должен записать это в актив. То есть соотнесение его самооценки с той обратной связью, которую он получил от своего руководителя или от коллег, показывает ему, что все сделано хорошо, правильно. И таким образом обратная связь, поддерживающая, она сотрудника как бы сохраняет в зоне стабильности, стабильности. То есть когда мы регулярно сообщаем сотруднику о том, что он делает хорошо, и говорим конкретно, не просто ты молодец, да, мы говорим, что конкретно сделано хорошо и почему это хорошо, да, в чем польза от такого поведения, то в этом случае мы не просто подтверждаем его самооценку, а мы ему даем опору для того, чтобы он и дальше, в дальнейшем продолжал делать так, и эта опора является для него как бы стартовой площадкой, основой для того, чтобы двигаться дальше. С другой стороны, корректирующая обратная связь носит совершенно другой характер. То есть здесь наоборот, мы говорим человек, то есть человек оценил, возможно, свое поведение, либо он его вовсе не оценил, либо он его оценил как приемлемое, а мы ему говорим, нет, это не так, и есть разница между его самооценкой и оценкой со стороны. И вот этот дискомфорт, который человек испытывает, когда он получает корректирующую обратную связь, польза его заключается в том, что сотрудник в этом случае обозначает для себя зону развития, да, то есть корректирующая обратная связь способствует развитию сотрудника. Но посмотрите, какая интересная ситуация получается. Если мы предоставляем сотруднику только корректирующую обратную связь, то есть у него есть масса зон развития, да, но при этом мы не предоставляем ему поддерживающую обратную связь, то будет ли развиваться наш сотрудник? Нет, не будет, конечно. Для того, чтобы сотрудник мог развиваться, ему будет эмоционально некомфортно, спасибо, Наталья, действительно. То есть для того, чтобы сотрудник развивался, ему нужны оба вида обратной связи. Вот представьте себе вертолет, мне очень нравится это сравнение. Когда вы видите, как летит вертолет, вы видите, что у него есть два винта. Один винт, который его, да, движет вперед, а другой винт, который дает ему стабильность, позволяет ему не перевернуться, не потерять управление, да. И вот представьте себе, что вы лишили вертолет вот этого винта, который стабилизирует его движение. Далеко ли улетит такой вертолет? Сразу упадет, да, будет авария. Поэтому, конечно, сотруднику и команде обязательно нужна и поддерживающая обратная связь, и корректирующая обратная связь. Вот поддерживающая обратная связь – это то, что позволяет нам чувствовать. У нас есть актив, у нас есть те действия, которые мы должны продолжать делать именно так, потому что это наши сильные стороны, да. Это то, что мы делаем хорошо, и это придает нам уверенности. И у нас есть куда развиваться. Мы испытываем дискомфорт от полученной корректирующей обратной связи и хотим развиваться, чтобы это поведение наше скорректировать при условии, если эта обратная связь предоставлена хорошо, правильно, корректным образом. Так давайте посмотрим, какие же принципы предоставления обратной связи, как ее предоставлять правильно. Принципы обратной связи, да, вот пример, так, ну-ка, давайте-ка я прочитаю. Пример Максима, у него всегда может закончиться корректировка его поведения. Возможно, у него другая обязательная встреча. Ну да, эти нюансы возможны, и поэтому сейчас мы поговорим о том, что нам надо учитывать при предоставлении обратной связи. Так вот, принципы обратной связи. Во-первых, обратная связь должна быть своевременна. Почему так? Ну, представьте себе, ваш сотрудник хорошо выполнил задачу, и он считает, что заслуживает позитивной обратной связи, а вы ему вовремя ее не предоставляете. И вот он ее ждал, потом он, например, пошел обедать, потом еще в отпуск ушел, возвращается из отпуска спустя месяц, вы ему говорите, да, кстати, вот ты тогда сделал, там, не знаю, правильный отчет, хорошо, да, там все оформил, и я тебя за это благодарю, это дало там то-то, то-то. Будет ли это иметь значение уже для нашего сотрудника? Ну, ответ очевиден, да, то есть запоздалая обратная связь, конечно, это ошибка. Либо мы предоставляем сотруднику обратную связь, а он в этот момент не готов нас услышать. То есть как бы мы вроде бы вовремя, но в этот момент у него цейтнут, или он в стрессе, или он разговаривает вообще с другим человеком, и мы вроде бы предоставили обратную связь, но она не попала к нему в голову, да, то есть он ничего дальше с ней не делает. В этом случае мы тоже не достигаем нужного эффекта, и значит, это тоже ошибка. Поэтому обратная связь должна быть своевременной. Дальше. Фокус должен быть на действиях, а не на личности. Ведь человек, когда он слышит слово «ты», он дальше готов слышать только, что он великолепен, и никак иначе, да, то есть других вариантов он не рассматривает. Если мы говорим ему «ты», и дальше у нас следует что-то вроде «ты плохой работник», то человек это расценивает как нападение, и его первое желание – защитить свои границы. Достигнет ли наша обратная связь в этом случае своей цели, если человек будет защищаться от нас? Очевидно, что нет. Поэтому на личности ни в коем случае мы не фокусируемся, а мы фокусируемся именно на действиях, на том поведении, которое сотрудник нам демонстрирует. Еще один принцип. Один разговор – одна тема. Мы иногда страдаем такой ошибкой, когда мы пытаемся все сразу собрать и все сразу изложить. Но человек не готов переваривать большой объем информации, если это касается изменения его поведения. Поэтому за один разговор мы должны выяснять только одну тему. Мало того, ошибкой будет обобщение, например, когда мы начинаем человеку вспоминать, вот ты, как всегда, в чем заключается такая ошибка? Или ты вечно опаздываешь, у нас с тобой всегда проблемы. В чем заключается ошибка? Почему не работает такая обратная связь? Есть мнение? Поделитесь. Или вот ты там тогда, еще там пять лет назад тоже сделал примерно так же, и вот опять. Как это будет работать? Неконкретной ситуации. Вы знаете, не совсем так. То есть в этом случае, когда мы начинаем обобщать, человек теряет энтузиазм к изменениям. Если мы начинаем ему вспоминать то, что было когда-то, если мы начинаем ему обобщать и говорить, что вот ты всегда так себя ведешь, то у него опускаются руки просто-напросто. Это безнадежность. Спасибо, Евгений. Прям отлично, в точку прям попали. Это безнадежность. А раз безнадежность, значит, какой смысл пытаться? Поэтому мы должны при предоставлении обратной связи сохранять у человека вот это вот чувство собственного достоинства и уверенность в том, что он хороший человек, он в целом правильно себя ведет, делает нужные и необходимые действия, и при этом есть какие-то небольшие вещи, которые ему стоит исправить для улучшения результата в будущем. Что еще? Когда мы бываем... Какая еще ошибка, да, здесь, сюда же, к этой теме? Когда мы бываем назидательны, например, там, я же говорила, да, надо было лучше меня слушать, там, тебя предупреждали, что надо шапку надеть, а ты не надел, утонешь, домой не приходи, да, и так далее. Вот такие моменты. То есть вот эта назидательность тоже отбивает у человека охоту к изменению, вообще ставит его на позицию ребенка, делает его инфантильным. А раз я ребенок, инфантильный, значит, я не должен нести ответственность, и тогда несет ответственность взрослый, и смысл тогда мне что-то менять, пускай меня так и ругают от раза к разу, да. То есть это тоже будет такая вот ошибка. Дальше. Мы предоставляем обратную связь, исходя из принципа диалога, а не монолога. Не просто отчитываем, а проясняем ситуацию до конца, убеждаемся в том, что вот мне сейчас очень нравится, потому что я пока вам говорю, и параллельно вижу, что вы до сих пор обсуждаете ситуацию с Максимом. И действительно, вы правы, потому что действительно в реальной жизни мы будем прояснять ситуацию до конца, проверять ту информацию, которую мы получили не из первых уст, да. И только убедившись в том, что мы полностью знаем о ситуации все, мы будем предоставлять обратную связь. А для того, чтобы это произошло, нам нужен диалог. Только в диалоге, только в общении мы можем рассчитывать на то, что человек действительно будет готов с нами договариваться и брать на себя ответственность за изменения. Честность и опора на факты. Сюда же. Ну и эмоции, да, вот эмоции, эмоциональный фон при предоставлении обратной связи, если мы предоставляем обратную связь позитивную, поддерживающую, то эмоциональный фон повышенный допустим, то есть мы радуемся и мы эту радость демонстрируем. А если мы предоставляем обратную связь критическую, то вот эта разность эмоциональных фонов, она тоже будет провоцировать защиту человека. Поэтому эмоциональный фон при предоставлении критической обратной связи мы должны проконтролировать себя, чтобы он был ровным. Ну и, наконец, баланс обратной связи за период должен быть в пользу поддерживающей обратной связи. То есть, смотрите, вот говорят, допустим, на три случая критической обратной связи мы должны дать 4 случая или 5 случаев позитивной обратной связи. Как же это сделать? А просто мы смотрим в течение, например, месяца или в течение недели, какой объем обратной связи мы предоставили позитивной, а какой негативной. И вот нам важно, чтобы баланс был в сторону позитивной, в сторону поддерживающей обратной связи, потому что опора все-таки у человека должна быть. Если будет превалировать негативная обратная связь, то человек тоже может расстроиться, сказать, что все равно я ни на что не гожусь, и он не будет испытывать желание меняться. Поэтому контролируйте себя, поддерживающей обратной связи должно быть точно больше. Что еще? Как предоставлять развивающую обратную связь? Ну, смотрите, по алгоритму обратная связь у нас имеет 4 этапа. Мы наблюдаем поведение человека, мы описываем поведение человека, мы получаем его реакцию и дальнейшие действия. Например, используем при этом «я-послание». Не говорим «ты», чтобы он не хотел защищаться, а используем «я-послание». Например, «я обратила внимание, что ты на 2 минуты опоздал на совещание». Или «я еще лучше», «я огорчена тем, что мы вынуждены начинать наши встречи позже, еще лучше, потому что здесь я не произнесла «ты вообще». Проясняем до конца «я беспокоюсь, все ли у тебя в порядке?» Мы даем возможность человеку ответить. Вариант реакции, который может быть у сотрудника. Сотрудник может согласиться с нами, принять обратную связь, тогда мы сразу переходим к тому, чтобы завершать наш диалог, закреплять итог, достигать договоренности и ожидать дальнейших действий. Такой может быть вариант. Может быть вариант, когда человек не понял, что мы имеем в виду. В этом случае мы будем прояснять, почему нас расстраивает эта ситуация, во сколько компания обходится на 2 минуты более длительное совещание, и так далее, к каким последствиям это приводит. То есть мы проясняем для него эту ситуацию. Может такой быть вариант, что сотрудник начинает нам объяснять свои действия. И у него, правда, есть объективные причины. Мы слушаем внимательно. В этот момент мы слушаем внимательно сотрудника. Не перебиваем. Может такое быть, что сотрудник начинает снимать с себя ответственность или перекладывать ее на других. В этом случае мы его остановим, попросим не оправдываться, просьба не включать микрофоны, коллеги. Спасибо. Мы, например, можем сказать ему, я на тебя не нападаю, оправдываться не нужно, у меня нет цели тебя каким-то образом обидеть. И вместо этого мы можем перейти сразу к конкретным предложениям. То есть что конкретно мы в этой связи предлагаем, как мы хотим изменить ситуацию. Наконец, пятый вариант, когда человек начинает спорить с нами. Он не согласен, вообще не понимает, что он сделал плохого. Здесь у нас есть варианты. Мы, например, можем предложить ему пойти подумать самостоятельно. То есть мы полностью выскажем, что мы ожидаем от него, почему нас не устраивают эти ситуации, и скажем, чтобы не ходить по кругу, мы предлагаем тебе обдумать эту ситуацию. Или же мы можем проявить требовательность управленческую и просто потребовать изменений. Такое тоже возможно. Как выглядит этот алгоритм в практике? Мы используем «я» послание. Если у нас есть положительные аспекты, которые мы можем назвать, допустим, он выполнял какую-то задачу, и в этой задаче ему хорошо удалось что-то конкретное, то мы предупреждаем его, что это обратная связь, и мы хотим ему сказать, что вот такие-то моменты действительно удались хорошо, их стоит записать себе в актив, потому что они полезны тем-то и тем-то. То есть должна быть опять конкретика. Если этого нет, и если у нас чисто негативная обратная связь, чисто корректирующая, то тогда мы можем сразу переходить к запросу предложений и идей для коррекции недостатков. То есть получается такой сэндвич. Используем «я» послание, называем «что удалось хорошо», «что стоит изменить», и причем предложения наши должны быть конкретны и ясны, и мы фокусируемся при этом на будущем. Например, как мы могли бы договориться о том, чтобы в будущем наши совещания начинались вовремя? Есть ли у тебя идеи, как с этим справиться? Или же «я предлагаю тебе то-то, то-то», «я ожидаю от тебя», такая уже императивная форма авторитарная у нас идет, «я ожидаю от тебя вот такого-то поведения». Наша цель – это изменение. Поэтому в конце нам все равно нужно подвести итог. Нам недостаточно просто поговорить. Практика показывает, что если мы просто поговорили, и даже сотрудник нам покивал головой и сказал, что «да-да-да, я все понял», тем не менее нам нужно подвести итог. Еще лучше, если у нас сотрудник достаточно зрелый, это если сотрудник подводит итог сам, самостоятельно. Кстати, и что касается идей для сохранения достоинства, коррекции недостатков, здесь мы тоже будем ориентироваться на то, насколько наш сотрудник зрелый. И если у нас зрелый сотрудник, то мы больше будем предоставлять возможности ему предлагать идеи, а меньше будем высказывать идеи сами. Если же сотрудник у нас молодой, не очень зрелый, то тогда мы больше будем брать на себя. Подводим итог, и завершение предоставленной обратной связи у нас проходит в позитивном, воодушевляющем ключе. Таким образом, сэндвич выглядит следующим образом. Вначале у нас пирожок, когда мы можем выделить то, что удалось хорошо, то, что надо записать в актив. Потом, что мы можем улучшить в будущем. Фокус, обратите внимание, на будущем, а не на прошлом, чтобы избежать фатальности. Подведение итога и завершение в позитивном и воодушевляющем ключе. Ну и, соответственно, как принимать обратную связь, если ее предоставляет вам? Воспринимаем обратную связь как предложение, а не как атаку. Вот поймите, что никто не хочет, даже если не очень умеет предоставлять обратную связь корректно, то вряд ли преследует цель обидеть вас, а, скорее всего, хочет улучшить ситуацию. Поэтому постарайтесь договориться с собой, что та обратная связь, которую вам предоставляют, она ценна, и нужно человеку, в общем-то, за это сказать спасибо. Спокойно слушаем до конца, если что-то непонятно, уточняем, не защищаемся. Комментировать предоставленную обратную связь вовсе не всегда необходимо. Иногда мы можем оставить ее просто без комментариев, внимательно выслушать и поблагодарить за предоставленную обратную связь. Вот такой алгоритм. Очень просто. Дальше помните о том, что вы человек взрослый, и 100% ответственности за ваше поведение, на самом деле, оно лежит на вас. То есть вы дальше сами решаете, насколько эта обратная связь для вас цена, насколько важны вам отношения с тем человеком, который вам ее предоставил, и что вы будете с этим делать дальше. Это ваше решение. То есть, например, может схема выглядеть таким образом. Прямо вот шаблон, шпаргалочка такая. Очень ценно, что ты готов поделиться со мной своим мнением или своим видением. По поводу там такому-то, такому-то, да, скажите, что это. Особенно полезно для меня было вот это, вот это. Или я, если вы не очень согласны, можете сказать, например, я приму к сведению вот то-то, то-то и подумаю над этим. Таким образом вы дипломатично уходите от необходимости прямо отвечать на то, что вам говорят. И, наконец, я благодарю за обратную связь. Можно и наоборот. Благодарю тебя за предоставленную обратную связь. Ценно для меня в ней вот это. Я об этом обязательно подумаю. И я очень рада, что ты готов со мной делиться своим мнением. Для меня это важно. Вот, пожалуйста, очень простой алгоритм, правда? Давайте я предложу вам сейчас в завершение ситуацию, в которой мы можем еще такой немножечко с повышенной, со звездочкой, да, ситуацию со звездочкой. Давайте себя проверим. Вам, вы руководитель подразделения. У вас работает сотрудник Петр. Петр – менеджер по работе с клиентами. Он работает в компании уже два года, да, он опытный сотрудник на хорошем счету. И представьте себе, что вам передали, что ваш сотрудник Петр недостаточно точно ответил на вопросы клиента по поводу, там, сроков реализации доработок. И клиент остался неудовлетворенным. Скажите, пожалуйста, каковы ваши действия в этом случае? У вас есть три варианта. Что вы ему скажете? Вариант один. Предоставлю развивающую обратную связь, потому что интересы клиента для нашей компании в приоритете. Второй вариант. Поговорю с сотрудником, выясню подробности, возможно, запрошу обратную связь у клиента. И, наконец, третий вариант. Ничего не буду делать. Доверяю сотруднику, доверяю его опыту. Так, пошли двоечки. Кто-то сомневается между первым и вторым, кто-то доверяет так, что прям третий вариант. Второй. Так, провести расследование, разобраться. Второй вариант. Второй. Очень интересно. Только если повторно будет, то второй. Так, второй. Большинство склоняется ко второму варианту. Посмотрите, что получается, когда вы используете, скажем, первый вариант. Предоставляете развивающую обратную связь, потому что интересы клиента в приоритете. Это как раз тот самый случай, когда мы ничего не выяснили. То есть наша информация к нам попала, вам передали. Помните, да, условия, которые я озвучила? Вам передали. Таким образом, может оказаться, что обратная связь была несправедлива. Олега это может глубоко очень задеть, расстроить, огорчить. Возможно, клиент вообще имеет с ним хорошее отношение, просто в этот день клиент поделился с Олегом личной драмой, а кто-то со стороны смотрел и видел недовольство. А вы при этом можете стяжать себе славу такого горячего руководителя, который скор на расправу, и ваш авторитет может быть подорван. То есть посмотрите, прежде чем предоставить развивающую обратную связь, все же таки мы должны выяснить ситуацию до конца. Что происходит, если мы ничего не делаем, потому что доверяем сотруднику и его опыту? Третий вариант. Допустим, вы говорите тем людям, которые передали вам информацию, что не стоит вмешиваться в задачи вашего подразделения или в задачи вашего сотрудника Петра, и в дальнейшем вы перестали получать от этих людей информацию, которая была бы важна для вас тогда, нарушены отношения с этими людьми. Насколько вы доверяете сотруднику и его опыту, здесь, конечно, будет иметь значение, потому что если доверие стопроцентное, то, да, возможно, обратная связь и не понадобится. Однако, а что вам мешает спросить у сотрудника, что на самом деле произошло? Поэтому, конечно, второй вариант, он такой самый часто встречающийся. Очень редко будет третий вариант. Первый, в общем-то, наверное, не стоит его использовать. А вот второй вариант, поговорю с сотрудником, выясню подробности, то есть я наблюдаю, вот опять наш алгоритм действует, наблюдение, описание, реакции и дальнейшие действия. То есть я наблюдаю, вижу, что что-то не так, описываю это и спрашиваю мнение сотрудника, для того, чтобы прояснить ситуацию до конца. А дальше, в зависимости от того, что я слышу от сотрудника и какое у меня складывается впечатление, я принимаю следующее решение. Либо, может быть, я запрошу обратную связь у клиента, либо меня устроит полностью ответ сотрудника, я на этом остановлюсь, либо я предоставлю сотруднику обратную связь, сразу развивающую, если я понимаю, что уже из его речи я вижу, что он не прав. То есть здесь мы имеем больше информации для того, чтобы принять верное решение. Поэтому, конечно, второй вариант является наиболее таким вот приемлемым. Полезно? Коллеги, понятно ли вам, о чем я говорю? Ценно ли это для вашей практики? Скажите, пожалуйста. Огонь. Супер. Спасибо за такие реакции. Спасибо. Мне очень важно быть с вами в диалоге. В общем, мне жаль, что мы не можем общаться голосом, потому что очень много людей, и будет хаос на записи. Но я рада, что в письменном виде я могу читать ваши такие прекрасные реакции. Супер. Вот. То есть вот так вот мы немножечко с вами, получается, погрузились в такой аспект управленческой деятельности, как предоставление обратной связи. Конечно, эта информация не очень развернутая, и чтобы получить более развернутую и вообще комплексную информацию, я вас приглашаю на курс руководитель структурного подразделения. Курс включает... В общем-то, это один из моих самых любимых курсов. Потому что на курсе руководитель структурного подразделения вы получаете вот прям, знаете, такой полный, условно говоря, ликбез, то есть полный набор знаний для всех, для руководителей абсолютно любого уровня, от начинающих до уже очень зрелых и вплоть там до высшего руководства. Потому что ваши знания становятся системными, и вы начинаете использовать инструментарий осознанно, в зависимости от того, с какими сотрудниками имеем дело и какова ситуация, к которой мы инструментарий наш подбираем. Курс длится 40 часов, то есть это либо интенсив 5 дней, либо это 10 вечеров, либо это 5 выходных дней. Разные варианты, возможно, можно смотреть. Стартуем в ближайшее время, 12 сентября. Это группа, которая будет проходить по воскресеньям, то есть это 5 воскресеньев подряд. Стоимость обучения 28 900 очно, 26 онлайн. Вы получаете по итогу курса престижный диплом о повышении квалификации. Ну и, соответственно, да, вы учитесь в компании специалист, которая дает действительно качественное и ценное образование. Работодатели его очень высоко ценят. Ну и также, если у вас будет такая потребность, то можно и очень выгодно, кстати, брать комплексные программы, потому что некоторые программы дают более полную, более комплексную подготовку прямо в рамках целой новой профессии. И такая сертификация имеет тоже повышенную ценность, а вы при этом еще и можете экономить деньги. Вот курс руководителя структурного подразделения входит в комплексные программы топ-менеджер, там три курса в него входят, да. Курс программы для руководителей подразделений, эффективный менеджмент с использованием систем показателей BSC-KPI. В эту программу входит тоже три курса. Руководитель IT-службы компании тоже три курса в составе, да. То есть вы экономите, в общем-то, очень приличную сумму денег. Так, ссылочку на курс. Ссылочку на курс. Да, вот спасибо, что мне тут помогли в чате с ссылочкой на курс. Сейчас, если вы буквально минутку-другую задержитесь, то я открою почту и ссылочку на курс вам скину в чат. Вот, видела выше немножко вопрос про то, что будет ли сертификат. Если речь идет о сертификате за бесплатный вебинар, то, конечно, его нет. По итогу бесплатного вебинара вы сможете зайти в личный кабинет и взять оттуда чек-лист для самопроверки, как вы предоставляете обратную связь. Или как вам ее предоставляют, да, как удобно. Ну, я считаю, что это достаточно ценно за вот эти вот там 45 минут, которые мы с вами общаемся. По итогам курсов, естественно, всегда бывают сертификаты. Если вы проходите целую дипломную программу, то вы получаете вообще диплом государственного образца. Очень ценные и котируются на рынке. Форматы обучения могут быть как очные, очно-заочные, индивидуальное обучение, если вам нужен индивидуальный подход, вы хотите учиться один на один с преподавателем. Может быть обучение по вебинару. Есть также такая форма, как открытое обучение, когда вы смотрите записи в классе, а преподаватель просто сидит рядом, готовый ответить на ваши вопросы. Ну, вот я такой формат не веду, но другие преподаватели его имеют. В моем случае это варианты очные, очно-заочные, вебинарное образование, либо индивидуальный подход. И, ну, вот, собственно, все, что я сегодня вам хотела рассказать. Готова сейчас услышать ваши вопросы. Ага, будет ли этот вебинар в записи? Да, буквально завтра вы сможете его увидеть в Специалист ТВ на YouTube или на моей странице преподавателя на сайте Специалист. Так, какую литературу можно почитать на эту тему? Можно почитать? Так вот, я прямо не скажу вам, честно говоря. Есть ли у меня страницы в соцсетях, чтобы подписаться, задавать мне там вопросы? Подписаться, дружить можно. Вопросы, ну, да, в разумных пределах, конечно, задать можно. Ирина, ирина.каш, давайте я сейчас вам напишу свои соцсети. А, собственно, вы увидите на первой странице этого же вебинара, потому что когда я представлялась, то мои соцсети там были. В Инстаграме это ivkostiuk.pro, это аккаунт Инстаграм, irina.kostiuk, это профиль на Фейсбуке. И если вы задержитесь буквально на 30 секунд, то я сейчас открою почту и скину вам ссылочки на программы, на курсы. Могу ли прокомментировать рекомендации Курпатова на эту тему? Нет, не могу, потому что я не слушала Курпатова, не читала его, поэтому, соответственно, ничего не могу о нем сказать. Знаю, что это доктор, который раньше, доктор и психолог, да, который раньше, психиатр или психотерапевт, который раньше на телевидении много выступал. Ну, как бы это все, что я знаю о Курпатове, вы же меня простите. Наверное, сейчас запись я остановлю. Я вас благодарю за участие, причем за активное участие. И те, кто заинтересован в том, чтобы получить ссылочку на программы, я сейчас вам их скину в чат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!